Всем привет! Неожиданно начинаю новый влог. Девочки, резко я решила подстричься. Сейчас у нас такая жара, и у меня всё. Здесь мне жарко, всё у меня здесь мокрое. Волосы всё время закалывать приходится. Короче, надоело мне, и я решила вот это всё как-то пообрезать. В общем, пойду покороче подстричься, посмотрим, что получится там. Ну что, мои дорогие, совершенно для себя неожиданно я просто пошла и подстриглась. Здесь у нас жара 30-ти градусная. Я вчера мучилась, мучилась, и вот это вот всё, что у меня тут было, и сзади, всё это жарко, всё это у меня мокрое, и вот эти заколки, всё, мне надоело. Пошла, говорю, всё, стрижёмся. Когда-то у меня была такая стрижечка, вот что-то в этом роде, значит, я сейчас и сделала. Ушки закрыты, сзади коротко, ну вот, как-то так. В общем, пока лето, пусть голова отдыхает. Вот так, вот так. Денечка, скажи, три кота. Молодец. Давай, штанишки посмотрим. Покажи. Вот бриджики такие получились хорошие. Да, можно теперь бы не ходить, как бриджа. В абражурка. Смотри, мама, где он устроился. Всё, покусал? Что там, домик у тебя там на балкончике, да? Всё, там и подушка, и одеяло. Кашу туда понёс. Ну, ему там нравится. Здоровско там, да, Ленечка? Всем привет, мои дорогие. Сегодня день рождения у моей внучечки. Ей сполнилось 4 года. День рождения мы отмечаем. В таком месте, где игровая комната, много игрушек. Сейчас я вам всё покажу. Сейчас будет аниматор. И будет очень весело и здорово. Ну, давайте сейчас будем показывать. Четвёрочка, 4 года. Шарик, лазочек, и всё красиво очень. Ну, наш день, и дочерка. Да, это наши длинности. Привет, сынок. О, вот и аниматор, да? Кто кайфует, веселится. Детки. Вот они, наши детки. Это вот все наши гости. Качельки у нас. Аниматор как раз рассказывает, сколько ей лет. Вот такая вот игровая. Я даже не знала, что здесь у нас такая месть. Детки на батуте могут прыгать. Детки на батуте могут прыгать. Детки на батуте могут прыгать. Тимур, привет. Здрасте. Здрасте. Скажи всем привет. Всем привет. Всем привет. Пойдёмте дальше. А кто у нас тут? Это же наш... Кто у нас тут? Стрелый он. Денечка. Бабушка вот снимает. Ой, как любит Денечка в шариках играться. Вот детям радость какая. Ой, ты бабушку давно не видел. Не видел? Целый час бабушку не видел. Сейчас бабушка будет. Ой, бабушка. Там горка. Там ещё что-то интересное. Ой, как тут здорово. А, здесь можно подниматься и потом там на горочке спускаться прямо в шарик. Здорово. Вообще классные вот эти мне нравятся, детские. Я такое. Каждый день у него как будто весело. Вам как с собой так надо до того, в какое место идёт? Ну, а то. Мама-праздник. Да, мама? Мама-праздник. Всем привет, мои хорошие. Ну вот я свою стрижку сегодня голову помыла и уложила по-своему. Честно говоря, наверное, мне всё-таки не так подстригли, не совсем так, как я хотела. А может быть просто я не могу уложить так, как я это себе в мыслях вижу. Вот. Ну, в общем, уложила как уложила. В любом случае, мне стало легче. Вот это всё лишнее поубирали. Сейчас жара. Не нужно закалывать волосы заколками. В общем, затылок дышит, шея дышит. И мне хорошо. Поэтому похожу так. Пока так похожу. Ну, в общем, мне кажется, вроде бы ничего так пойдёт. Может быть, ещё научусь укладывать как-то по-другому. И будет немножко по-другому, может, выглядеть. Это ещё зависит от укладки. Если бы я укладывала как-то на бок, это была бы уже совсем другая прическа. Но на бок я не привыкла, и мои волосы не привыкли. В общем, они у меня лежат совершенно в таком вот хаотичном состоянии. Как они лягут, так и лягут. Я их так специально не хочу укладывать. В общем, так, мои дорогие. А сейчас я собралась. Я еду сейчас к дочке. Она попросила мне, чтобы я её покрасила. И, в общем, я еду к ней красить её. Всем привет! Ну, наконец-то я добралась до того момента, когда мне нужно сделать укладку. В начале этого влога вы видели, что я подстриглась. Но так как укладывают в парикмахерской, мне не нравится. Мне всегда хочется уже потом перемыть голову заново и уложить волосы по-своему. Ну вот, наконец-то я дома, помыла голову. И сейчас я буду попробовать вообще уложить волосы по-другому. Но так как эта стрижка вообще, она придумана. Это я вот сказала, что мне давайте здесь подстригить и покороче вот это всё убрать. У стрижки названия нету. В общем, я её так придумала, можно сказать. И сейчас буду пробовать как-то уложить. Ну, голова помыта, чистая. Я обычно маслом смазываю волосы. Они после маслица потом такие мягкие, шёлковые становятся. Блестят хорошо. Сейчас я это всё высушу. Чуть-чуть подсушу, не сильно. Чтобы потом можно было уложить. Ну вот я волосы немножко подсушила. То есть они едва влажные, чтобы они были гибкими. Вот такая вот у меня непонятная стрижка. Я просила, чтобы ушки были закрыты, а сзади покороче. Но мне нужно, чтобы вот это было всё приподнято. Чтобы была какая-то форма. Вот. Значит, и начнём. Я сейчас возьму зажимчики. И вот эти верхние волосы я просто подниму вверх. Пока уберу. И начну укладывать вниз вот эти нижние волосы. Ну вот такое вот у меня на голове сейчас. Вот этот верх я приподняла. Я беру две расчёски. Одну мелкого диаметра, другую среднего диаметра. Среднего пойдут наверх. Верхние укладывают, которые подлиннее. А которые покороче, буду мелкими укладывать. В общем, буду жонглировать двумя расчёсками. Ну, примерно так. То есть, вот эти волосы я вытягиваю чуть-чуть вперёд. Остальное всё вниз. Ну, от корней поднимаю, а кончики чуть-чуть закручиваю вниз. Так как я волосы расчёсываю, в общем, так вот, в таком вот порядке. То есть, я не укладку там какую-то особо не люблю. Не люблю вот это зачесывать, причесывать. Ветер подул. И куда положено волосы, чтобы легли. Поэтому я сейчас вот так вот высушила всё это вверх. Центр. Корни вверх высушила. А сейчас я концы буду направлять, куда мне больше нравится. Ну, я так думаю, что вот, наверное, передние наперёд. Задние как-то так назад или вниз. Хочу сказать, что средняя расчёска мне почти не нужна. В основном, мне удобнее это делать мелкой. Задние как-то так. Ну, в общем, примерно вот так вот как-то вот я и хотела. Чтобы ушки были закрыты, чтобы волосы имели какую-то вот такую формочку. И самое главное, чтобы я наклоняю голову. Мне в глаза не лезли волосы, не мешали. И не нужно было, чтобы мне заколки вот эти закалывать. Сейчас лето. Хочу, чтобы шея дышала, чтобы всё здесь было коротюсенько. В общем, уложить я уложила. У меня ещё есть гель. Вот такой гель Лонда. Это профессионал для укладки. Гель для укладки. Для укладки коротких волос как раз вот то, что нужно. И, чтобы не топорщились кончики волос, я обычно этот гель беру на пальчики. И вот где кончики, когда мне нравится, когда такие вот, типа сосулички. До конца не топорщатся. Я даже не знаю, что у меня получилось сзади, потому что сзади я зеркало забыла поставить. Сейчас возьму, посмотрю. Но вам покажу. Ну, на ощупь, мне кажется, там ничего не торчит. Значит, там должно быть всё нормально. Ну, в общем, укладочка у меня удалась. В общем, всё нормально. Я думаю, что всё нормально. Здесь можно чуть-чуть приподнять. Но приподнять можно либо феном чуть-чуть вверх корни, либо можно чуть-чуть просто подначесать. И будет вообще такая интересная форма. Ну, что, мои хорошие, на этом я видео своё хочу закончить. Потому что видео у меня это получилось вообще спонтанным. Я то выбежала в парикмахерскую всё время бегом. Я подстриглась, забежала в умывальник. Быстренько тоже вам показала, что получилось. Опять я куда-то бегу. Я прибежала на день рождения к своей внучке. Сначала прилетела дочка. Быстренько переоделись. Быстренько побежали на день рождения. И, в общем, я уже такая была уставшая. И уже вся такая была закрученная. Что я на день рождения, в общем, немножко поснимала. И уже чувствую, что я неважно себя чувствую. От того, что там ещё и очень шумно. Я уже устала за эту неделю. И, в общем, в конце концов, я перешла домой. И вот несколько дней я просто, честно говоря, приходила в себя. А сегодня я уже решила, всё-таки нужно завершить этот влог. В конце концов, показать вам уже стрижку, какая она у меня получилась. Потому что дальнейшие видео будут уже снова стрижкой. Ну, на этом я хочу с вами попрощаться. Кто был со мной, оставайтесь со мной. Кто впервые, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайк. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok